25 мая 1942 года. По указу адмирала Николая Кузнецова на Соловецких островах создается школа ЮНГ. Здесь ребят в возрасте от 14 до 16 лет обучают основам военно-морской службы. После окончания это были хорошо подготовленные боцманы, радисты, мотористы, рулевые сигнальщики и даже артиллерийские электрики. После школы ЮНГ многие получали высшее образование и занимали высокие посты. Среди таких примеров и Рудольф Егор. Долгие годы он служил на подводных лодках Северного флота, а в 1961 году прибыл в Севастополь, где возглавил испытания крылатых и баллистических ракет. Сегодня его самого уже нет в живых, но истории о времени, проведённом Рудольфом Жановичем в Соловецкой школе ЮНГ, хорошо помнит его сын Николай. Учиться на радиста его отец пошёл в 1943, будучи 14-летним мальчишкой. Из 14-летних мальчишек были сформированы истребительные батальоны, которые патрулировали побережья, выискивали фашистских диверсантов. Часто мальчишек поднимали по тревоге командирами и воспитателями. У них были офицеры, имеющие боевой опыт, поэтому никаких поблажек и скидок на возраст не было. В период Великой Отечественной войны более 4 тысяч выпускников Соловецкой школы ЮНГ наравне со всеми сражались за Родину. Около тысячи из них погибли на фронте в морских и личных сражениях. Среди ЮНГ были и те, кто в составе бригад морских пехотинцев участвовал в штурме Берлина. В день основания школы на Соловецких островах цветы к памятнику инициатору её создания адмиралу Кузнецову возложили на Большой морской в центре Севастополя. Для города-героя эта история близка, ведь многие выпускники школы стали легендарными деятелями Черноморского флота. Традиции служения флоту и Отечеству в Севастополе продолжаются и сегодня. На сегодня, как никакой город морской, заявляем о преемственности Соловецкой школы ЮНГ. Почему? Платили имени Николая Герасия Кузнецова в Севастополе 500 слушателей. На Химовское училище – это те же юнги с пятого класса, 800 слушателей на сегодня. Черноморское высшее военноучилище – там более тысячи, уже больше идут офицеры подготовка. И, конечно же, патриотизм, который показали Соловецкие юнги – это очень хорошая школа для подражания. В 2020-м к акции «Юнги Победы» присоединяются многие города России. В Севастополе храму святителю Николаю Чудотворцу передадут якорь в память о Соловецкой школе ЮНГ. И каждый год, 25 мая, полуденный выстрел из пушки на Константиновской батарее будет посвящен памяти северных юнг. Так много сделавших для нашего города и всей страны. Юлия Бауськова, Анатолий Паньков, Севенформбюро.